А это, ну, сами понимаете, у него, значит, прозвище художника. Это Леонид Дмитриевич Чернобаев, это еще один волшебник. Им не надо качать университеты, чтобы стать волшебниками. Вот видите, да? А, сегодня я вот, сегодня по радио я слышал с собственными ушами, что самое ценное в яблоке для еды, это семечко оказывается. Ну, так-то и вот сейчас, да, я бы в жизни не догадался сам, вроде, да много, а вот этого я не додумался. Ну, косточки абрикосов мы с броскими едим, потому что не хочется от, это, заработать лишнюю опухоль, да? Да, они же обладают противоохранительными действиями, но это абрикосы. А это семечки, маленькие такие, и оказывается, они представляют, это, мол, ну, как обычно, радио, уши не заняты, слушают. Учёные установили, что, и дальше по тексту, семечки обладают гигантскими лечебными качествами, причём именно яблонь. А сколько вы видели у меня яблонь в саду гнила? А сколько Чернобая вот правда не гнает? Я говорю, что это, Дмитрий, говорю, ну, куда ты столько яблок деваешь? Ну, ведь съесть невозможно. Он говорит, каждый день по ведру съедаем семью, и вот так, вот так и получается. И, то есть, ценность яблонь растёт, и ценность науки, вернее, долг науки вернуть там яблоневые сады. Может быть, этим путём. Может быть, уже сажая на мои эти самые сибирки безвирусные эти самые овечки доли. Может быть, этот путь. Вот. Я всё жду, когда закончится эта эпидемия, она не кончается. Так. Вот. Мне повезло в одном плане. Я не сомневаюсь практически, глядя в чужие сады, что тот сад 5 гектар, который был заложен, выращен и плодоносил, кстати, вот такие яблоки были, вот, были крупнее. Так вот, он был уничтожен, ну, специально. Мотоциклы, ребята в шлёмах. Вот. Он был уничтожен, так. А возможно, он сейчас бы тоже бы умер от этих. Дело в том, что когда я начинал его выращивать, я его увечил, как все. Это однажды я стукнулся в полку и сказал, это я сошёл с ума и перестал увечить. Но тогда увечил. То есть он бы тоже был, наверное, был бы мёртв. Был бы мёртв. Вот. Поэтому, а сейчас у меня молодой сад, я с ужасом хожу и жду, когда начнётся, когда начнётся. А вот. Вот так эмоционально рассказываю. Ну, что есть, то есть. Может, друзья, что вижу, то пою. И так вот, значит, это сад-дублёр. Так, мой сад-дублёр. Слово мой не лишнее. Он практически выращен из моих, этих самых, черенков, вплоть до персиков. И на подвоях, которые, те самые сибирки, уссурийские груши, вишни сибирские штамповые, сливы китайки. Вот так вот. Ну, он позволил себе некоторые шалости. Например, он испортил роскошные, мои роскошные венгерки, привив их на, не на сливы, как я, а привив их на абрикосы. И получил ещё вкуснее и крупнее. Вот это называется испортил. Ну, вегатеринговизации же не существует, только... А потом у меня глаза были больше вот этих яблок, когда я видел вот эти чудеса. Кое-какие увидите и вы тоже. Ну, и я до сих пор не могу успокоиться. Приезжает Елена Александровна Савельевича и говорит, ну, ладно, меня не знают в Мичуринске. А, я теперь придумал новое слово. Не Сибирь провинция садовая, а Мичуринсадовая провинция. Почему? Ладно, не знает меня, ну, какой-то... Ну, Боднер сидел в президиуме на съезде садовода в России, в Международном съезде. Представляете? Он сидел в президиуме, он выступил с докладом. Вот. Ему надо дать два ордена. Вот у него есть какое-то тут что-то на груди? Я не знаю, что это за значок. Орденов не вижу. Вот. Ему надо дать два ордена. Ну, это скромная черешня. Ну, это... Каждый день же не может быть все, что у него есть, да? Вот. А первый орден ему нужно дать за то, что он вырастил черешни, ну, в числе прочих. Раз. Самая крупная черешня у него была, диаметр в основании метр, высота 15 метров. Я с ней знаком был еще лет 20... 15 лет назад. 20 лет назад. 20 лет назад, да? Вот. Это первый орден. А второй орден дать ему посмертно, хотя он живой. То есть расстрелять его за то, что он ее спилил. Вот. Вот так вот. А не только что... Нет, ладно. Помиловать, потому что он не виноват. Она у него полчерых соточного часка освободила место, две спилил груши, посадил пять абрикосов. Ну, погуще. Вот. Так что мне тоже надо посмертно дать орден, предварительно расстрелять. Потому что я испилил еще несколько маточных деревьев, которые не имеют аналогов на всей планете. Вот. Но, еще раз говорю, это страшная правда жизни. Моя, его, Ботнера, уже не таки покойных наших друзей. Вот это вот самый крупный абрикос из моих, который мне удалось сфотографировать. 110 грамм. Были крупнее, нечасто, ну, просто руки не доходили. Когда дошли, тогда весов не было. Когда были крупнее, весов таких не было. А были весы, знаете, вот эти, со стрелкой. Врали безбожно. Сами понимаете. Подкручены все были, потому что надо было зарабатывать деньги этим самым. Продавцам снищенской зарплаты. Все было. Так что, почему вот это вот, его родственник. Узнаете? Отдельная тема. Дело в том, что я мечтал ходить по саду и все это показывать, рассказывать, показывать, рассказывать. Но потом убедился, никому не надо. Вот это родня. Почему они разные? У них по двое разные. А вы говорите, не существует электронной гибридизации, господа ученые. Это почти прикол. Когда я эту фотографию публиковал в газете, она была самой красивой в России. Называлась «Сады Сибири». И она была ярко-красочная. На фоне всех блеклых газет, где не отличишь абрикос от яблони. Комментарии были. Знаете какие? А заклеил пол яблока этим самым. Бумагой и сфотографировал. Вот. Ну что, интересно, Илья Александровна? Ой, здорово. Вот это тоже где-то дня два назад сфотографировал. Знаете, я вспоминаю про плоские, про эти самые, арбузы. Я вспоминаю про чуть ли не квадратные персики, да? Вспомните, волшебника Бродского. Вот. Я подумал, а если взять с нее кусок, то что будет? И вырастить плоские абрикосы. Ну, это почти прикол. Ну, ну, чё, не всё же серьёзно обсуждать тему про это. Сильно серьёзным тоже быть вредно. Так вот, ещё я что тут вспомнил. Вот у меня сейчас, может быть, и вижу. А, вот. Вот это вот самый поздний абрикос в моей жизни. Он провисел почти до зимы. Причём не весит, а одна ветка. Ну, так же упали, сгнили. Коточки никого не интересовали, не интересуют. Хотя я эту, в газетах я печатал эту фотографию. Вспомнил, из архива нашёл. Почему? У меня очень рано европейские абрикосы созрели. Вот сейчас. Сейчас, может, пойдём мы их. Ну, и ладно, чуть позже. Тогда я эту тему вернусь. Вот. Нет, вопрос, Верина Александровна, может быть, займётесь? Нет, потому что я могу забыть. Значит, вот сейчас у меня на деревьях одни абрикосы. На доме том же дереве. Значит, одни упали и уже в лепёшку разбились. Крупные абрикосы до 100 грамм. Вот я с них-то косточки собирал, учёные, с Барнаула, да? Не наклонялся, не шарил, они прямо аж гнилые. Ну, то есть, как кляксы были. Он из них выковыривал эти самые косточки. А другие с этого же дерева висят, и ещё и зеленоватые, почти зелёные. Я подумал, вот если вот те косточки, что собрал учёный с Барнаула, вырастить, то я вам покажу, что это реально, получить с них выражая культурных, чуть ниже покажу. И те, которые поздно. А сорт один и тот же. Мало того, что сорт один, дерево одно и то же. Но почему они созревают разное время? Я даже пытался понять, как. Ну, ладно, там свету больше со стороны солнца, а тут в тени зеленее. Всё-то правильно. Но есть где и вообще на солнышке, а он всё равно зелёное, а в котором в тени он уже перезрел. А может быть, таким образом можно разделить свойства так, две линии. Ранние, поздние, а потом получится так. Эти попали под заморозок, эти пронесло, и наоборот. Теперь эти попали, а теперь эти уже на них уже это... Или ещё спят, или уже плоды. Вот это разделение, это тоже ещё эмоционально, может быть, пригодится. Но вот тут, вот в этом месте я должен был говорить про эту страшную вещь, которая случилась. Я считаю, что это болезнь вирусная. Вот. Я считаю. А вот это вот просто меня удивило. Посмотрите, это всего лишь небольшой регион, правильно? Небольшой. Вот здесь наука кипит. Мониторит, мониторит вредных организмов. А у нас этого никто не проводит. И я боюсь, что только когда исчезнет последняя яблоня в нашем регионе, вот, тогда только, может быть, очистится от этого вируса. А может быть и никогда. Но то, что случилось, это страшная садовая трагедия. Трагедия невероятная. Вот. В садовом мире случилась беда, которую никто не заметил. У меня такое впечатление, что... Вот как соседи. У самого там было три яблоня, все три мертвых. Сосед справа, сосед слева мертвый. Дальше никто не видит. И наука не заметила. Вот это надо нам проводить, такой мониторинг. Длина Александровна, судя по вашей грамотной речи, когда вы мне сказали, что это... Что я не прав, что вирусы это все-таки. Можно уничтожить. Ну, что я скажу. Продолжение следует...